здравствуйте дорогие друзья дорогие наши радиослушатели и все кто будет слушать нас кто будет смотреть нашу радиопередачу вот уже осталось всего несколько часов до нового 2023 года и наше радиорусский час вновь вещает и у нас сегодня замечательный гость студии это инесса хук она и поэт она и композитор исполнитель совершенно чудесный исполнитель своих песен и также песен на стихи очень многих авторов и композиторов и так мы сейчас поговорим с с вами сегодня у микрофона людмила ларкина добрый день я благодарю за такое наш добрый ответ на наше приглашение вы ответили и спасибо что вы здесь сегодня будете с нами общаться и беседовать спасибо что пригласили и так инесса расскажите пожалуйста о себе где вы родились я родилась в городе кирове в россии и да провела там все свое детство юность а потом я решила пойти попутешествовать и в результате оказалось в австралии понятно попутешествовать но как получилось что музыка вошла в жизнь музыка она такое ощущение что не вошла в жизни она там уже была сам порождение музыкальной семьи родилась нет вообще никого музыканта как случилось что-то повлияло да вот ничего не повлияло просто я помню что я уже с раннего детства меня привлекали музыкальные инструменты я могла часами сидеть и нажимать на кнопочки у меня была такая маленькая детская ионика помню название бренд такой пластиковая клавиши и я вот это вот сидела подбирал таким маленькие маленькие клавиши там были и вот мне прямо так нравилось вот эти звуки что-то какие-то мелодии придумывать я помню что я вот маленько сидела и вот прямо меня очаровывали звуки пианино и даже вот эти вот маленькие клавиши как получилось и как почувствовать поняла что обладаешь прекрасным красивым голосом ой знаете об этом я не задумывалась просто мы пели вот у меня кстати мама очень любит петь и любила петь когда мы были маленькие папа у него тоже как бы голос есть но они никогда не как бы не стали развивать себя в этом направлении мама я помню она в хоре пела она мне рассказывала когда она была школьницей вот и короче я нам просто пришли в школу в школу прослушивать для набирали детей в хоровую студию вот и и меня отобрали не меня пригласили сказали вот мы хотим что ты пришла к нам в хор и у меня даже не было сомнений мне нравилось всегда петь вот и я 10 лет была хоре все свои школьные годы ходила в хор и так кончила школу куда дальше пошла учиться школу когда я закончила я вообще пошла в лицей то есть я как бы не закончила школа последние два класса там был выбор остаться в школе и и закончить ее либо пойти в лицей вот и я честно скажу я не знала вообще что делать и у меня подружки сказали а мы хотим пойти вятский технический лицей на секретаря бухгалтера я такая нет я пошла просто за компанию с ними вот просто скучно было я пошла с ними в результате я говорю нужно я тоже схожу туда на прослушивание вот с вами просто за компанию в результате их не взяли мне взяли и я последние два года училась на секретаря бухгалтера это не это ужасно бухгалтерский учет это вообще не мое я его я его прогуливала на было совершенно место бухгалтерского учета я ходила по парку помню прогуливала урок и писала песни но все-таки это же пригодилась жизни или бухгалтерский учет да нет нет потому что обычно всему чему учишься не пригодят я не научилась учитывать свои финансы замечательно вообще какое музыкальное образование получила но мне вообще хотелось очень всегда музыкальное образование мне всегда это привлекало и когда я закончила вообще в городском техническом лице и там я себя проявляла больше на сцене чем на уроках физики и экономики вот и это заметили и мне не мешали учителя там очень мудрый учителя вот они меня прям туда наоборот подталкивали город иди вот иди в кбн а лом ищем таланты там еще куда-нибудь иди ну я и шла и я там очень много участвовала в самодеятельности и вот тогда я серьезно задумалась что я хочу пойти в училище культуры я хотела пойти именно получать музыкальное образование и почему-то меня все отговаривали все говорили что что ты с ума сошла учиться в кульке это не круто он юридической академии это круто и вот и я ж ну что я же тогда думала что надо взрослых слушать я же примерная девочка думаю надо слушаться взрослых они лучше меня знают и я сделала как взрослые мне советовали причем там и преподаватели и там и папа там и ну все подряд и я думаю как же ж не могу же я одна ошибаться вот и я пошла поступила в юридическую академию я там прострадала шесть лет закончила до получила диплом да значит еще и юрист да на бумажке на бумажке только вот но суть в том что я поняла что оказывается взрослые то не всегда знают хорошо правильно поступать я поняла что я хочу дальше все-таки попробовать получить образование потому что я работала певица я училась в юридической академии а вечерами работала певица все эти годы в ресторане в кафе в клубах вот так вот и короче говоря я как только закончила юридическую академию я поняла все хватит слушать других нужно слушать себя я собрала чемоданы и поехала на море работать певицей и там же я подумала так ладно немножко упустила время жалко конечно потому что ну когда дети начинают музыкальная школа потом учились в культуре потом это как бы все так более гладко идет и все как-то а у меня получилось скомканно потому что я такая ну вот я теперь без музыкального образования чуть делать и мне там не знаю сколько мне было двадцать три года что ли не знаю вот и я решила пока я была на море нашла школу искусств очень по карману где где геленджик геленджик вот и я там осталась и отработала сезон и осталась там чтобы учиться в этой школе я теории все вот я там учила пианино уроки были и я там даже посолировать успела с оркестром с местным то есть у меня так хорошо там все складывалось но тем не менее я решила что надо двигаться дальше и потом поехала в москву попыталась поступить в училище музыкальное в москве безуспешно два года пыталась не получилось там очень-очень большая такая конкуренция была вот и что делать в общем стала просто работать певицей писать песни и путешествовать вот ну как бы а путешествовать куда уже какие-то были гастроли путешествовать у меня очень интересно мой первый опыт путешествия за границу был египет там у меня работала и жила подруга с которой мы вместе пытались поступить в музыкальное училище нас не приняли в результате она уехала работать певицей в египет и потом она пригласила меня и я тоже туда пришла там конечно там чудесно это в холле работаешь два или три два часа по моему всего в день холле поешь песни для туристов и все остальное время ты на пляже и ты просто вообще красота вот я там поработала потом не стало скучно конечно потому что больше то кроме этого ничего интересного там не было вот пляж и песни и я вернулась обратно в геленджик и стала думать так чё дальше вот хочу дальше путешествовать куда-то в европу надо вот и я поехала в испании и понеслось тоже с концертами нет в испании я поехала просто у меня в межсезонье я путешествовал просто для удовольствия то есть у меня были у меня есть работа сезонная гитара при себе гитара всегда не только гитара я самая верная подруга да я с собой возила также свою студию то есть меня студии была компьютер и вот это все микрофон вот это все-таки маленькая мобильная я всегда носила с собой я писала песни и свободное время я себя записывала дома черновики потому что я всегда мечтала о своем собственном альбоме своих песен вот и так как я постоянно передвигалась у меня не было возможности вот сесть и как бы создать альбом вот но я создавала черновики активно у себя где бы я ни шла я всегда брала с собой свою студию гитару и записывала себя и свои идеи вот и потом я там познакомилась со своим будущим мужем мы с ним вместе тоже путешествовали по европе музыка нет он не музыкант он инженер вообще вот и но он очень любит музыку он любит коллекционировать инструменты и не умеет на них играть а я умею играть на инструментах но в них нет так что мы очень хорошо сошлись вот ну и мы в общем месте путешествовали и потом он предложил сделал предложение сказал давай в австралии создавать семью едут давай мне нравится в стране прекрасное место и дает его уже побывала мы с вами мы сюда ездили регулярно с ним вот два раза в год и мне австралия нравилось и да мне даже не было сомнений когда он сказал давай поехали жить приедем австралию и вот мы переехали я сразу же рванула писать свой первый альбом человеке мне уже были готовы но ведь на английском языке это альбом был в основном на английском языке я помню мы в 2014 году познакомились я увидела на youtube мне очень понравился голос и все что я там увидела было написано и нес а я подумала о а может быть эта девочка русская а и я сделала звонок и спросила вы могли бы у нас исполнить на пятилетие лампады и мой ваш ответ был какой у меня только английский репертуар помните не помню а впереди было еще пять месяцев подготовки но это был шедевр когда инесса вышла на сцену с русскими песнями а я объявила у нас сейчас инесса будет исполнять зал просто замер когда услышал вот голос исполнение красота это просто и в дальнейшем вот этот русский уже альбом появился до этого был английский альбом да вот мой первый альбом это были мои песни которые я многие я перевела на английский вот хотя они у меня на русском были написаны изначально потому что я думала кому тут устраивать нужны русские я помню был вопрос и что тут есть русские да 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 я бы думала того из клуб русские не может быть да 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 я как раз в том году переехала в брисбен она сашин кости я вообще даже не знала что тут еще есть кроме меня русские 4 года я здесь живу я не встречала русских да 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 и вот да на самом деле я помню что и я спросила кому тут русские песни нужны и вы сказали ой нужны нужны и я решил мысли нужны мы сейчас быстренько их соберем вместе и вот мы выступили с мишей а вот эти русские народные песни да и я подумала ой так надо вообще альбом записать раз уж мы их выучили я помню 1 февраля 2015 года уже была презентация да 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 очень быстро это было очень спонтанно я помню что я такая умеешь игр слушай давай запишем альбом потому что раз уж мы стали выступать русской программой будет классно еще иметь и альбом тоже и мы буквально там что-то за какие-то три месяца до меньше даже у нас было пятилетие 26 ноября 14 года а уже первого февраля было джинтаж и резинанса голода про очень резали все это сделаны и сжатые сроки да и мы записали очень-очень такой низкий бюджет мы буквально там у меня в это под кроватью записывали кровать знаете как у меня детская комната и в детской комнате кровать как бы на втором этаже а внизу под кроватью стол такой письменный стол там уроки делать так вот мы вот под этой кроватью разместили студию поставили там вот это все такую звукоизоляцию сделали и мы это оригинально без записали этот альбом вот буквально под кроватью очень смешно что студия это оригинально так же как я говорю я первую свою книжку написала на владельной доске до компьютер стоял на владельной доске и что вы думаете потрясающе под кроватью да и что вы думаете вот этот альбом я могу с уверенностью сказать что он у меня самый популярный инесса называется нет называется фольклория фольклория и именно австралийцы инесса это это мой первый альбом он у меня очень такой ну как бы альтернативный что ли получился вот такой альтернативный поп-рок а второй львом на русском там украинские тоже песни есть а он у меня получается вышел 2 и мы его записали очень быстро практически я не потратила денег на него только на сведение и его как раз австралийцы любят больше всего потому что для них это экзотика я была так удивлена этого на английском уже альбом нет это вот на русском любят и австралийцы именно традиционный фольклор он у меня мне я когда выступаю где-то они ко мне подходят и спрашивают а вот то что вы пели вот на на русском там который из них альбом вот этот зелененький гид нам вот этот пожалуйста и покупают на и покупают достижение это да я я в шоке потому что я думала что никому здесь не нужны мои русские песни а я же люблю фольклор же в хоре пела русске народные песни и всякие разные и я очень люблю эти душевные песни но я просто подумала что я как бы их исключила потому что я теперь живу в австралии и да я помню этот момент у меня нет русских песен я нет репертуаре ну да но это такая красота вот но теперь у меня есть много вот и да интересно здесь в австралии очень поддерживают мультикультурные вот эти все альбомы и фестивали и музыку они вот и я смотрю очень такой человек целеустремленный и я уверена что все таки учеба продолжается в плане музыки вот на каком этапе сейчас да кстати говоря историю не закончила что я же решила что ну все не получилось отучиться ну что делать и а потом же у меня дети потом здесь на саншин кости нигде я я постоянно мечтала вот каждый год я думал так я бы получилось бы по музыке но куда вот у меня маленькие дети по музыке учиться только исключительно в брисбен надо ездить это очень далеко для меня это был не вариант и я годами все думала мечтала и уже даже мечтать перестала и потом в прошлом году появилась возможность отучиться на диплом музыки в тейфе один год в брисбене дети уже подросли я думаю так муж работает сейчас из дома тому вот он мой шанс я схватила этот шанс за хвост и подписалась и год я ездила в брисбен на общественном транспорте из саншин кост на общественные разборки я себе накачала мышцы плеч потому что я таскала все свое имущество вот и короче я отучилась прям горда собой потому что это был тяжелый курс это был не совсем по музыке я выбрала там можно было выбрать дипломов music performance а я решила себя немножко чаллендж добавить и я поступила на звукорежиссер то есть это совсем другая история это как бы другая сторона музыки это то что происходит за сценой не то что на сцене то есть я как бы наоборот обеспечивала звук музыкантом то есть я пост это было очень интересно посмотреть на вот этот процесс совершенно с другой стороны с обратной я сейчас понимаю звукооператоров лучше я могу говорить на их языке вот это классно но я конечно поняла что так я не хочу работать звукооператором зачем это я буду стоять там за кулисами с айпадом когда я я хочу быть на сцене я такая нет 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 я такая надо учиться дальше и тут я узнаю что на саншин кости открыли наконец-то диплом бачила of music вот буквально недавно это первый год был продолжаешь на саншин кости да я на сажен кости да я на сажен брисбоне мы только один год буквально пожили и опять вернулись и вернулись обратно переехала и сейчас опять назад мы вернулись буквально через год потому что мы там ничего не нашли чтобы нас обоих устраивало и мы решили вернуться обратно вот и короче я теперь уже все официально подтверждено что я буду учиться в университете саншин коста диплома of music и теперь уже мое а вот это написание песен студийная запись исполнение песен и там еще много 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 всего вот именно по моей части вот то что я мечтала всю жизнь получить не просто получить образование бумажка для меня ничего не значит я хочу быть в этом хочу полностью погрузиться хочу с другими встретиться познакомиться людьми которые у которых такие же цели вот короче начинаю с февраля и прямо не дождусь это замечательная новость и все-таки когда человек ставит цель он до нее доходит и сколько лет нужно обучаться три года три года но уже не будет такой тяжелый мешок за спиной потому что это рядом да на машине добираться это же просто красота до без мешка и и я думаю я думаю что это будет гораздо легче чем звукорежиссур это тот курс не дался тяжеловато потому что он очень технический там очень много про электричество про провода мы там паяли даже чинили провода и тяжелые тяжелый был я выжила теперь готова наконец-то наконец-то обучаться тому чему я всегда хотела обучаться это замечательно у тебя сейчас три альбома да у меня сейчас получается три студийных альбома у меня еще есть альбом с моего живого концерта у меня первый мой вышел это был мои песни вот на английском языке это парочка на русском тоже есть вот второй альбом вышел это традиционный фольклор вот третий джазовый альбом не знаю почему но решила записать джазовый альбом захотелось записала вот ну что я работала же еще в ресторанах я пела с джазовым оркестром и хотелось как-то это тоже что ли оформить в виде диска вот и потом я решила что так ладно хочу второй альбом своих песен это конечно я так отвлеклась немножко думаю но все таки пора сосредоточиться на своем материале а у меня много песен очень много лежит на душе что-то с ними делать и вот я занялась начала работать над вторым альбомом и он наконец-то выходит у меня я надеюсь я его откладывала много раз выпуск откладывала много раз но я очень надеюсь что наконец-то я соберусь волю в кулак и выпущу его в конце февраля в марте где-то вот в этот я уже готовлюсь активно вот он у меня записан он уже весь готов у меня я его слушала прекрасно просто там там прям целый симфонический оркестр у меня в одной песне играет но инесса по-моему у тебя нет ни прекрасных песен вот то что исполнила сейчас 27 ноября у нас было такое серьезное мероприятие 100 лет исхода русских из россии и прозвучала прекрасно песня я русская расскажи как ты пришла к этой песне ведь у каждой песни и у каждого произведения стихотворения есть своя история но это грустная история это грустная история потому что естественно все что происходит сейчас в россии в украине это естественно на меня очень сильно повлияло эмоционально не было тяжело очень это все видеть больно и как бы тот факт что я русская да это песня ну наверное про мои какие-то личные переживания мои личные ощущения которые мне нужно было просто вот вылезть она у меня родилась я просто шла я опять услышала новости я просто шла на прогулку я занимаюсь ходьбой регулярно вот и и мне просто надо было это куда-то вылить и она мне вот так как-то очень быстро легко написалось и это про мои переживания у тебя есть друзья которых потеряла вот в этот период когда это началась война ну украинских ну и но как бы отошли немного нет нет у меня очень много украинских друзей и миша украинец мой гитарист нет не повлиял и я даже еще снова я тоже хочу сказать что это совершенно не влияет потому что все-таки человеческое отношение это выше всего а песня действительно получилось она вот и сердце с болью и с чувствами за слезами да да это очень сильно это да пожалуй вылила свою боль и свои что ли эмоции ощущения вот и все да вот мы сейчас подходим к новому году 2023 и очень надеемся что больше не будет таких песен будет веселые песни и исполни нам сейчас что-то такое новогодние ну я вам давайте вам грустно давали сначала новогодние мы такой резкий переход это песня песня которую я выпустила вот как раз недавно английский вариант я выпустила где-то полгода назад и потом недавно я решила еще выпустить ее на на русском языке для того чтобы отправить ее на конкурс queensland music award то есть у тебя она на русском и английском да ты нам сейчас спой на русском и один куплет на английском хорошо но если это сложно это просто английский вариант я не помню я могу это сделать попробовать и на английском она называется там был и как ни странно наше радио слушают уже англоговорящие люди да и это будет да потому что очень многие русские дежуре утратили язык но они не отрываются от русских корней поэтому было бы хорошо но они не отрываются но они не отрываются но они и они и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, паразонос ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Rock Wallabies, да, и наша, как сказать, лозунг, да, наверное, Rock Wallabies Rock, вот, я все, я создала уже, создала наш логотип, то есть у нас такая все картиночка, все очень красиво официально, я собираюсь создавать Facebook страничку для нашего коллектива, и это такой домашний коллектив, то есть он закрытый, это не публичное пока что, потому что я не люблю торопить события, то есть я хочу посмотреть, как у нас это пойдет, а дальше посмотрим, кто знает, может быть я открою двери для, как бы, для других детей тоже, но пока что я не хочу брать на себя слишком много, у меня учеба, посмотрим, но мы создали коллектив, мы уже начинаем изучать инструменты, не только петь, я уже хочу подключить аккомпаниатора, я уже поговорила с одной коллегой, вот она тоже занимается, у нее есть опыт, и вот она хочет подключиться, попробовать, то есть аккомпаниатором, это вообще прелесть, то есть мне не надо будет на гитаре, то есть я смогу, на самом деле, дирижировать и там, как бы, руководить процессом, в то время как аккомпаниатор, это было бы очень классно, мы встречаемся в январе, все вместе, вот еще, короче, мы пополняем ряды постепенно, это интересный проект, и я очень рада, что все-таки он идет, вот, и да, когда-нибудь выступили. Это очень интересно, а на каком языке поедете? Вот это хороший вопрос, потому что моя идея такая, я хочу, чтобы наш коллектив был мультикультурным, у нас есть девочка-японочка, мои дети могут спеть на русском, и еще одна девочка, которая вот новая к нам, она может петь на украинском и даже на польском, вот, поэтому я очень хочу... Ну, это такой колорит, это вообще очень неожиданно, это очень здорово, и поэтому моя задача, то есть этот год мы так нащупывали репертуар, мы пробовали очень разные песни, от мюзиклов, от детских фильмов до современной там попсы, то есть вот мы попробовали просто все вообще, так разные песни, я посмотрела, кому что нравится, и вот сейчас, как бы, следующий год, и я думаю, так, как мы будем развиваться здесь? Я решила, что я хочу попробовать сделать именно мультикультурную такую программу, где песни на японском, потом песни на русском, потом, может, я могу... Замечательные идеи. Я на испанском тоже пою, как бы, читаю, я могу научить ребенка на испанском, и, то есть, вот это, и чтобы была программа на разных языках. Детей очень стимулирует сцена, поэтому надо выйти на сцену, вот, в частности, мы сейчас готовим мероприятие, которое в феврале, как мы уже говорили, может быть, уже есть желание и возможность у детей выступить. Да, почему бы и нет? А я сейчас сразу по ходу скажу, какое у нас мероприятие, у нас следующее мероприятие, очень интересное, которое вот посвящено Анне Павловой, которое в 1926 году посетило Квинслен, город Брисбен, ее здесь встречали, и вот такое у нас мероприятие будет в феврале 2023 года. Вот туда мы как раз и приглашаем, чтобы и детям была уже какая-то площадка творческая, и это вот замечательный им стимул, но и людей очень порадует, наших зрителей. Так что проект у вас замечательный. Да, и плюс у нас еще танцы есть там. Еще и танцы. То есть мы поем, и танцы. У меня, кстати, видео очень много, и поэтому я хочу создать страничку, чтобы начать уже делиться то, чем мы делаем. То есть мы это пока что так тихонько делаем, мы выступаем, но мы так о себе сильно не заявляли еще, вот. А когда я создам страничку, я поделюсь ссылкой, там буду добавлять видео, где мы выступаем. Вот, очень здорово, мне нравится. Да, замечательно. У вас австралийские родители приводят детишек, или вы просто очень закрытые пока? Мы, это пока что друзья. То есть я выбрала детей музыкальных, вот, которые ходят с моими детьми в хор, вот. И я выбрала пару детей и пригласила. И они просто дети моих друзей. Пока что так. То есть я никого со стороны пока что не приглашаю, потому что я это делаю на чисто энтузиазме, и когда у меня есть время. Вот, а так как я очень занята с этой учебой, с своими проектами, то я очень как бы так аккуратно не хочу себя перегрузить, не брать на себя ответственность. Потому что когда детям пообещаешь, это очень тяжело, как говорится, да, вот их breaking their heart, да. Если не хочется и обнадёживать, пока я не буду уверена, что я могу потянуть проект. Вот если моя коллега присоединится в следующем году ко мне, мне будет легче, и, может быть, кто знает. А вот сейчас сказала о танцах. Есть хореограф? Это они ходят в танцевальный. Вот одна из девочек, которая к нам иногда присоединяется, она бы присоединялась чаще, но у неё танцы занимают практически всё её время, то есть это её самый главный фокус. Она очень любит танцевать, и она ходит, я не знаю, наверное, на 4 занятия в неделю. А балет у неё? У неё разные, у неё там есть, как это называется, contemporary dance, у неё там она занимается и балетом, по-моему, и джазом, и что-то там. Она разные набрала в стиле, и она очень профессионально танцует. Вот я хочу её, кстати, пригласить в свой проект, взрослый проект тоже. Мы над этим работой обсуждаем сейчас. Вот. И да, она профессионально танцует, и она с удовольствием выходит выступить, станцевать. Нам это очень важно, поскольку у нас мероприятие будет как раз посвящено с таки известной балериней Анни Паукой. Так что вы тоже подумайте об этом, чтобы как-то присоединиться, и действительно это будет очень красиво и очень замечательно. Инесса, а сейчас песенку про Новый год? Или что-то ещё там есть? Ну вообще я могу спеть про Новый год, но у меня ещё есть песня из моего альбома «Будущего». То, что я спела «Перекрати поле», это песня, которая на меня вышла, но она часть моего будущего альбома, над которым я работала, «Болден и Лис». У меня на самом деле уже вышло несколько песен с того альбома. И одна из них называется «Мы». Почему я хотела её исполнить? Потому что это, пожалуй, самая такая вот, как сказать, позитивная какая-то вот песня, ну, счастливая что ли. Она называется «Мы». Так, сейчас я её найду быстренько. Нет, она у меня. Так, 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 так. Куда она у меня? Куда она у меня потеряла сегодня? Вот, эта песня... Как она? Она такая... Там есть секретный смысл. То есть, когда интересно смотреть, как люди слушают песню, разные люди, и как они по-разному понимают одну и ту же песню, одни и те же слова. И подружка у меня, она такая в поисках мужчины своей мечты. Она послушала песню эту и сказала, какая прекрасная песня о мужчине мечты. Кому ты её посвятила? А потом... А кто-то ещё мне написал, я поделилась этой песней, и кто-то сказал, ох, какой счастливый человек, которому ты эту песню написала. И я такая похихикала, потому что эту песню-то я написала себе. Она называется «Мы». То есть, я её... Что значит искусство, творчество? Да, да. Это она вообще не про любовь, совершенно. Это песня про меня будущую. То есть, мы же как? Мы когда мечтаем, да? Вообще, у меня альбом, он очень много про мечты. То есть, у меня песня очень много посвящается вот своим каким-то вот стремлением, мечтам. И эта песня одна из тех, где я просто представила, что вот у меня же есть мечты там отучиться, у меня есть мечта там... То есть, мечта вслух. Да, и я представила, что вот я та в будущем, которая достигла вот этой вот вершины горы, да? Вот куда вот я стремлюсь, вот этой мечты. И вот она такая вот мудрая, такая уже вот она, все, песня про меня, которая уже достигла вот этих высот. И вот, а я еще только иду туда. И я как бы пою песню той, которая уже там. Ой, слушай, как это интересно. Она называется «Мы». Ты — мое сокровенное желание, Ты — отложенный в долгий ощипь мечты, Ты — мое откровенное признание, Я — это ты. Я смотрю вперед, Я дышу настоящим, Я чувствую тебя Каждой клеточкой, Кто ищет, тот найдет Горизонт манящий, Я тянусь к тебе Тонкой веточкой. Тонкой веточкой. Ты — мысли мои, Отражение я, Под твоими ногами земля, Я — начинание ты, Продолжение ты — это я. Я смотрю вперед, Я дышу настоящим, Я чувствую тебя Каждой клеточкой, Кто ищет, тот найдет Горизонт манящий, Я тянусь к тебе Тонкой веточкой. Мы — одно, нераздельное, целое, Мы — на горизонте заря, Мы — шаги неуверенно смелые, Мы вдвоем покорим моря. Я смотрю вперед, Я дышу настоящим, Я чувствую тебя Каждой клеточкой, Кто ищет, тот найдет Горизонт манящий, Я тянусь к тебе Тонкой веточкой. Замечательная, Инесса, Философская песня И правда похожа, как о любви. Замечательная, потому что Вложены чувства, Вложена любовь в ту девочку. И звучит очень красиво. Спасибо. Инесса, есть какие-то пожелания Для наших радиослушателей, Для наших зрителей, Которые будут вот это все слушать, Смотреть? Ну, конечно. Новый год же ж на носу. И я желаю всем, Чтобы сбывались мечты, В первую очередь, конечно же, Мечтать, мечтать всегда, Чтобы были крылья за спиной, Чтобы попутный ветер Нес туда, куда хочется. И вдохновение, да, И отличного настроения. Пусть все будет хорошо. И счастья внутреннего, В первую очередь. Да, это действительно так. Инесса, большое спасибо, Что сегодня была с нами. Было очень замечательно, Но все-таки новогоднюю песню Я еще раз прошу. Я все же прошу и сломать. Какая бы настойчивая. Я очень настойчивая. Да, хорошо. Я эту песню вообще На викаре никогда не играла, Но я попробую. Но песенка мне очень нравится. Она из детского мультика Новогоднего. Елочка, елка, лесной аромат, Очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка Праздничный час Каждой иголочкой радует нас, Радует нас. Елочка любит веселых детей, Мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка Праздничный час Каждой иголочкой радует нас, Радует нас. Елочка, елка, лесной аромат, Очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка Праздничный час Каждой иголочкой Радует нас. Радует нас. Браво, замечательно. С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом, дорогие наши друзья, Дорогие наши радиослушатели, И, как я всегда говорю, Всех, кто нас будет слушать. Сегодня у нас в гостях была Замечательная Энесса Фок. Она и поэтесса, и композитор, Чудесный человек, И прекрасный исполнитель своих песен. Пусть у вас следующий год будет счастливый, Веселый. И чтобы также могли ставить целью своей жизни, Как могла поставить Энесса, Как она настойчиво идет, И большими шагами, Я вот ее знаю 8 лет уже на сегодняшний день, И она все время в движении. Я желаю всем вот таких крыльев, И крылья, чтобы они были не просто были, А именно были в расправленном виде, Чтобы вы летали, Вдохновляли друг друга. Всем счастья, И всего самого замечательного. Сегодня с вами была у микрофона Людмила Ларкина, И наш замечательный гость, Или еще говорят гостья, Энесса Хук. Спасибо, Энесса. Спасибо. До новых встреч. Вот и завершилась наша радиопередача. Как всегда, очень быстро, И очень неожиданно. У нас сегодня в студии в гостях была Энесса Хук, Поэт, композитор, Исполнитель песен. И я думаю, вам передача наша понравилась, Потому что такой интересный человек, Как Энесса просто всегда может И зарядить, и вдохновить. Дорогие наши друзья, радиослушатели, Я поздравляю вас всех с Новым Годом, С наступающим Новым Годом 2023. Пусть будет он у вас самым счастливым. Если у кого-то был, может быть, Неудачный год 2022, Он был непростой, То пусть наступающий год Принесет вам счастье, удачи. Пусть будет тепло и радость В ваших семьях. Пусть подрастают ваши дети, Внуки, будут здоровые родители, И, конечно же, Счастливые друзья. Строите новые цели, Открывайте новые звёзды, Цели, проекты. Пусть у вас всё получается. Счастья вам, наши дорогие. Счастья и любви. Счастья и любви.